Пока в России идет спецоперация по делесофикации. Это когда происходит вырубация российских лесов вот такими дебильными квадратами подальше от трасс, чтобы с дороги не было видно. Потом происходит продавация их за бесценок в Китай, а затем поджигация, чтобы свалить пропажу деревьев на стихийное бедствие. В Украине продолжается некая деноцификация. Что это вообще? Непонятно же! Российские пропагандисты продолжают терроризировать мир своими мультиками. Столь мал, что лишь одной ракеты сорвать достаточно, чтобы его утопить раз навсегда. Это всего лишь один пуск, Борис, а Англии нет. И уже даже на эфирах своих они бряцают оружием. Вот эта игрушечка. Вот она. Хорошо видно? Это британская НЛАУ. Эд Соловьев хвастается тем, что ему дедушка Путин на Новый год подарил. Но это еще как бы сразу и на день рождения, потому что он до него вряд ли доживет. Военный преступник недавно съездил в Мариуполь, где нарядился в костюм российского оккупанта, который был ему великоват. Оттуда же он привез и гранатомет, который сразу же показал в своем эфире. Причем так быстро показал, что будем надеяться, что он не забыл о проведении сертификации игрушечки органами по сертификации, аккредитованными федеральным агентством по техническому регулированию. Потому что иначе ему грозит от 3 до 7 лет по статье контрабанда оружия или его основных частей. Я в бешенстве. Вы скажете, но это же пустышка. А я скажу, ну конечно, это же Соловьев. Вы скажете, это пустышка, не оружие, как пустой карабин. Но в законе нет такого понятия, как пустой карабин. Есть конструктивно схожее с оружием изделие и основная часть. Ну, вы знаете, как в России законы пишутся. Супер обтекаемо, чтобы можно было посадить любого. Конструктивно схожее с оружием изделие и его основная часть. Даже мать Путина подошла бы под это определение. Но во всем по порядку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Также вы можете поддержать наш канал, став нашим спонсором. Сделав разовый донат через функцию суперспасибо или через криптокошельки. Это обзор пропаганды. Еще раз напомню, что одной из причин начала войны, которую озвучил Путин 24 февраля, была деноцификация. Сейчас, конечно, Кремль уже отказывается от термина деноцификация, потому что россияне не понимают его значения. И в пропагандистских передачах его стараются вообще не упоминать. Но в начале войны этот термин звучал отовсюду. Это нацист! Это нацист! Нацист! Это нацист! Что же не произошло? Арестовали их! Что же не произошло? Арестовали их! И Путину тогда резонно отвечали. Какая нафиг деноцификация? У них президент! Еврей! Еврей! Путин думал два месяца, что же ответить на этот вопрос. Это не радуга. Левая нога, правая нога, красный флор. Красный и черный. Итак, господин Путин, кто будет отвечать? Отвечать будет магистр тупости и лицемерия Сергей Лавров. Что? Мы же не придумали ответ! Господин Лавров, итак, какой ваш ответ? Аргумент он выдвигает, какая может быть у нас нацификация, когда я еврей. Я, если правильно помню, боюсь ошибиться. Но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Не без уродов, в семье не без уродов, как у нас говорят. Вообще, одного этого высказывания достаточно, чтобы понять, как сильно сам Лавров проникнут фашистскими идеями. Сами слова «еврейская кровь» уже подразумевают предположение о том, что этнические признаки передаются с кровью, то есть по наследству. Именно так рассуждали фашисты, считавшие, что ни крещение, ни культурная ассимиляция не могут лишить евреев их еврейства. Это то же самое, что считать, что дочь Путина, Луиза Розова, обязательно из-за путинской крови должна вырасти в кровожадного тирана с импотенцией. Или что дети Лаврова обязательно станут тупыми антисемитами? Ну и чтобы вы понимали, насколько Лавров все разрушил одним высказыванием, в Израиле более 17%, полтора миллиона человек, владеют русским языком. Это выходцы из стран бывшего СССР, многие из которых смотрят российское лживое ТВ, поэтому поддерживают Путина. Чтобы не ссориться со своими избирателями, так как в Израиле демократия, и поссорившись с избирателями, тебя не избирают, да? Прикиньте, так бывает. Израильские власти не вводили санкции против России ни в какой форме. Они соблюдали те ограничения, которые наложены Евросоюзом и США, но никаких собственных ограничений на государственном уровне не принимали. Но теперь, после слов Лаврова, которые оскорбили миллионы израильтян, Россия за 20 секунд испортила отношения с фактически единственной полноценной демократией, которая с ней не конфликтовала. Израильские власти напомнили Лаврова, что гипотеза о том, что Гитлер был евреем, уже много лет назад была опровергнута историками. Это непростительный и возмутительный комментарий, ужасная историческая ошибка, и мы ожидаем изменений, заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапит. Ужасная историческая ошибка? Жесткое они пророждение Путина. Гитлер не был евреем по происхождению, и евреи не убивали себя во время Холокоста, сказал министр. Все у российских властей убивают сами себя. Украинцы сейчас убивают сами себя. Евреи тогда убивали сами себя. И только Россия такая в бело-красно-синем пальто стоит красивая. Россия страна-абьюзер. Мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией, но есть черта, и на этот раз она была пересечена. Российское правительство должно извиниться перед нами и перед еврейским народом. И российское правительство извинилось так. МИД РФ обвинил Израиль в поддержке неонацистов в Киеве, сославшись на то, что в Украине есть ультраправая антисемитская партия «Свобода». Но прикол в том, что МИД РФ сослался на то, что было в 2012 году, то есть еще при Януковиче, которого Путин поддерживал, и получила тогда эта партия целых 8% мест Верховной Рады. То есть там, мягко говоря, антисемитам были не Рады. А в нынешней Раде сидит лишь один представитель той партии. Один! А знаете, какая партия целиком состоит из неонацистов? Единая Россия. А вот и первый эффект от антисемизма Лаврова. Израиль уже думает над увеличением военной помощи Украине. А это Израиль, одна из лучших армий в мире. Речь идет об оборонительных системах, которые обеспечивают защиту войск на земле. Респект, Лавров. Вот так министр иностранных дел понаделал дел. Профессиональный дипломат. Может, Лавров это засланный украинский шпион, чья задача это оскорблять все страны, которые еще не поссорились с Россией, чтобы они присоединялись к Украине? Судя по последним новостям, Путин в итоге извинился перед премьер-министром Израиля за слова Лаврова о евреях и Гитлере. Замглавы Минобороны Британии заявил, что Украина вправе использовать британское оружие для ударов по военным объектам России, потому что Россия ведет против нее войну. На что властей знатно забомбило в обоих смыслах. Все наперебой стали кричать, что мы разбомбим Англию своими бомбами и мигом превратим ее в радиоактивную пустыню, надолго непригодную хоть для чего-то. Ну а карт-бланш на свинство им дал сам Путин, когда заявил следующее. Наши ответно-встречные удары будут молниеносными. Эээ, удары молниеносными. Дед, какой молниеносный удар, ты даже слово молниеносными не можешь произнести полгода. Ты пока со стула встанешь и кнопку найдешь, война уже сто раз закончится. Причем не в твою пользу. У нас есть для этого все инструменты. Такие, которыми не может сейчас похвастаться никто. Да, такие инструменты, которыми не может похвастаться никто. Например, автократия. Нищета, из-за которой люди идут в армию, чтобы не умереть с голоду. Армия, из-за которой люди превращаются в чудовищ. 20 лет пропаганды и насаждения ненависти. Такого у наших соперников нет. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. А сейчас ты что делаешь? Не хвастаешься? У меня такой крутой золотой дворец в Геленджике, но хвастаться я не буду. Я буду его использовать, если потребуется. У меня такой классный пистолет с одной пулей, но хвастаться я не буду. Я буду его использовать, когда потребуется. У меня такой классный воротник на рубашке, куда вшита классная капсула с классным цианидом. Но хвастаться я не буду. Я буду ее использовать, когда потребуется. Вообще вся эта риторика с возмущением, что Украине кто-то смеет помогать, да еще и советует контр-атаковать. Такая смешная. Вы что офигели англичанские нцы? Украинцы не имеют права нападать на нас за то, что мы их убиваем. А вот мы имеем право взорвать ваш остров за то, что вы сказали то, что нам не нравится. Понятно? Мы крутые. Поняли? Что там у вас? Королева Англии? А вы знаете, что Гитлер был королевой Англии? Как говорил мудрый народ королев Англии? В роду королевы Англии, не без королевы Англии. Вы скажете, что за бред шизофреника? А это то, что вполне мог бы сказать Лавров на эту ситуацию, потому что в роду Лаврова не без шизофреника. Так вот, бандерлоги поняли, о чем хозяин хочет, чтобы они говорили, и понеслась. Или мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая. Лично я считаю наиболее реалистичным путь Третьей мировой. Так, значит, мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая. Блин, сложно, сложно. Какой же вариант выбрать? А-а-а, понял. Здесь нет правильного ответа. Потому что правильный ответ это мы проигрываем в Украине. Тупая Симоньян. Вот самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. К ужасу моему. С одной стороны, с другой стороны, к пониманию, что, ну что, значит так. Знаешь, меня... Ты, конечно, сразу в рай, а я не думаю, что тоже... Жесть. Она уже с улыбкой на лице настраивает народ на ядерную войну. Они там правда уже все сошли с ума? Да. Кажется, Симоньян хочет ядерную войну, потому что думает, что во время ядерного апокалипсиса бобры вырастут до таких огромных размеров, что одним бобром она сможет питаться несколько месяцев. То есть всю свою оставшуюся облученную жизнь. Удобно. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. Но мы-то в рай. Да. Конечно, она считает вариант ядерной войны более возможным, потому что спать ночами не может. Кажется, она просто не хочет, чтобы ее дети когда-нибудь смогли вырасти и понять, что она творила. И как дочь Машкова еще станут выступать против нее. У Симоньян нет будущего. Она военный преступник. Но отвечать за свои преступления против человечности она не хочет. Она хочет уйти от ответственности и унести за собой весь мир. Да. Или вот еще интересный диалог недавно был между главным врагом черепашек-ниндзя, депутатом Журавлевым, который знаменит тем, что знает про черепашьи бордели, и Евгением Поповым. Они нас обвиняют в государственном терроризме. Декабритания тоже располагает ядерным вооружением, Алексей Александрович. В этой войне не выживет никто. Когда вы говорите «удар Сармата», вы понимаете, что никого не будет. Никого на планете. Никого не будет. А значит, не будет и своих. А как мы сможем не бросать своих, если не будет своих? А, черепаха-люб, об этом ты не подумал? Ладно, на самом деле, здравые слова Попова. Приятно удивлен. Надеюсь, за это Соловьев не застрелит его из гранатомета. Я в бешенстве. Ну и напоследок, на эту тему, в передаче Дмитрия Киселева показали специальный мультик, где нарисовали, как именно взорвут Британские острова. Остров столь мал, что лишь одной ракеты сорван достаточно, чтобы его утопить раз и навсегда. Это всего лишь один пуск, Борис. А Англии нет. Неплохо кринжуешь, брат. Премьер Борис Джонсон заявил, что если Россия применит на Украине хоть какое-то оружие массового поражения, то Британия без консультации с НАТО, далее цитата, оставляет за собой право самостоятельно нанести ответный удар. Вот здесь разберем поподробнее. Но давай разберем все тобое вышесказанное. Джонсон ничего подобного не говорил. Сообщения о его заявлении практически синхронно появились 21 апреля в ряде российских и украинских изданий. Например, онлайн-издание Правда.ру в материале под заголовком Борис Джонсон пригрозил нанести ядерный удар по РФ без согласования с НАТО. Объединяет все эти тексты одно. Нигде нет информации о том, где и когда Джонсон выступил с этой речью. Никаких следов этого обращения в англоязычном сегменте интернета нет. Как и фразы об ответном ударе по территории России. Более того, провергли эти заявления и власти Британии, и даже пригожинский риафан. Известно, что Запад замышляет на Украине провокации с постановкой якобы использования России на Украине химического оружия и даже тактического ядерного. С них там станется. Опыт самых диких постановок большой и в Сирии, и уже на Украине. То есть Борис Джонсон готов в ответ на такую злоумышленную постановку нанести по России ядерный удар. Но ведь это он имел в виду. И про злоумышленные постановки Запада, как обычно, заявляет мерзкий, бессовестный пропагандист, военный преступник, который врет нам прямо сейчас о том, что Борис Джонсон где-то там что-то угрожал. Не говоря уже о подтвержденных фактах зверств российских солдат, что в Украине, что в Сирии. Идем дальше по непрекращающейся наглой лжи Киселева. Он соврал несколько раз за один только этот четырехминутный отрывок. Чтобы никто не обижался на радиоактивный пепел, процитирую журналиста английской Daily Mail Уилла Стюарта о российской ракете Сармат, самой мощной в мире. Новое смертельное гиперзвуковое оружие способно обойти противоракетную оборону США и уничтожить территорию размером с Техас или Англию. Ложь. Вот как на самом деле выглядят слова Уилла Стюарта из Daily Mail о ракете Сармат Англии и Техасе. Москва хвастается, что новое оружие способно обойти оборонительный щит Соединенных Штатов и уничтожить территорию размером с Англию и Уэльс или Техас. На самом деле Киселев старое брехло. Ладно, это он не говорил, это я от себя добавил. Это написано в мае 21-го года в статье об анонсированных испытаниях Сармата. Британский журналист не выразил свое мнение о том, что ракета крутая, а лишь пересказал заявления российских генералов и чиновников. То есть вы поняли, да, как это работает? В следующем своем выпуске Киселев скажет, что я хвалил эту ракету. Ракета крутая. В таком же духе он писал о Сармате и совсем недавно, 30 апреля 2022 года. На прошлой неделе Путин хвастался, что гиперзвуковые ракеты его страны могут пробить всю современную оборону и быть готовыми нанести удар по Великобритании к осени. Если же поинтересоваться настоящими мнениями британских экспертов о Сармате, то в ежегоднике Лондонского международного института стратегических исследований Military Balance за 2019 год можно найти вот что. Несмотря на смелые заявления Путина, это оружие не способно изменить правила игры. Оно может быть полезно с точки зрения обеспечения возможности нанесения ответного удара, но не дает России возможности для успешного нанесения немедленного ядерного контрудара. Возможно, Москва рассматривает его только как надежную гарантию сохранения способности России нанести ответный удар. Или, возможно, также как полезный козырь в любых будущих переговорах по контролю над вооружениями. Другой вариант погрузить Британию в морскую пучину российский подводный... Крейсер Москва? ...робот-беспилотник Посейдон. А, еще один мультик от российских властей, на создание которого наверняка пошли все деньги, на которые должны были сделать подводный робот-беспилотник Посейдон. Если вы думали, почему до сих пор нету новой части «Дети против волшебников», то это потому, что аниматоры заняты тем, что рисуют новый мультик про то, как Россия взорвала очередную страну. Он приближается к цели на километровой глубине со скоростью 200 км в час. Нет никакого способа остановить этот подводный дрон. Боеголовка на нем мощностью до 100 мегатонн. Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну цунами высотой до 500 метров. Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации. «Пройдя над Британскими островами, он превратит то, что от них может быть еще и останется, в радиоактивную пустыню, надолго непригодную хоть для чего-то». А вот этим угрозам Путина действительно можно верить. Смотрите, он превратил Россию в пустыню, непригодную хоть для чего-то, даже без Посейдона. На что он тогда способен с Посейдоном? Ну ладно, эта байда про Посейдона, скорее всего, тоже ложь. Что же касается подводного дрона Посейдон, его, по-видимому, пока не существует. Нет, это Посейдон. Нет, кое-что получше. Рисунок Посейдона. В 2019 году американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники в разведке, сообщил, что Посейдон поступит на вооружение не раньше 2027 года. Как писал в 2021 году Forbes, американские военные эксперты считают это оружие вычурной выдумкой. Kingston Reef из Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями заявил, В конце концов, вся концепция гигантского подводного робота гротескна и, объективно говоря, в ней нет совершенно никакой необходимости. Я думаю, что концепция операции заключается в том, чтобы создать иллюзию чего-то нового и значительного, чтобы отполировать образ России как одной из двух ядерных сверхдержав в мире. И как перспектива. А ведь Путин предупреждал. Еще 24 февраля. Кошмар, в общем. Без шуток, это такие страшные кадры. Какой-то жуткий дед за замыленным стеклом грозит смертью людям и рассказывает свой злодейский план про гигантского подводного робота, прямо как злодей из фильмов про Джеймса Бонда. И что зрители правда смотрят это, и у них не волосы встают дыбом, а они думают, ура, гигантский подводный робот, за нас, классный план. Так что ли? Кстати, вот в сети появились свежие фоточки с отдыха Дмитрия Киселева в Дубае. Наверняка он приплыл в Дубае на гигантском подводном роботе Посейдоне. Ну а что, поукрожал миру ядерной войной, заставил россиян порадоваться выдуманному величию России, а потом уехал тусить туда, куда, если что, не прилетит настоящая британская ответка. Кстати, поскольку Киселев так любит оценивать чужие трусы, давайте посмотрим, сколько же стоят его трусы. Его трусы с этого фото стоят больше минимального размера оплаты труда в России, мрот в России составляет 13 890 рублей, и даже больше, чем зарплата российского среднего класса. Средний класс, по мнению Путина, это зарплата в 17 тысяч рублей. Вы спросите, почему трусы Киселева такие дорогие? Ну, видимо, стойкие к яду. Там особо защищенный гульфик. Путин говорит, что в Украине нацисты. А знаете, что на самом деле общего у украинцев и нацистов гитлеровской Германии? Ничего! Вы еще не поняли? Ничего общего! А вот у кого есть общее с гитлеровскими нацистами, так это путинская армия. Ой, не то фото. Вот. Так происходит подготовка к параду на 9 мая. Они что, правда не видят схожести? У них что, учебники истории без картинок были? Неужто ни один человек не задался вопросом? А если вспомнить, что в российских учебниках еще и любят стирать свастику с исторических фото, то со стертой свастикой солдаты Третьего рейха уже вообще неотличимы от российских. Блин, да даже в сериале солдаты видели разницу. Кстати, если вы не видели сериал и не понимаете, почему Пчела надел фашистскую форму, то вот объяснение. Можете меня поздравить, я на днях вступил в Единую Россию. Ну, вступил. Ну, бывает. Или эта схожесть специально так задумана? Типа, хочешь победить фашиста? Стань фашистом. Думай как фашист. Убивай детей как фашист. Нападай на другую страну рано утром как фашист. Устраивай блокады как фашист. Порхай как бабочка. Жаль, что щитовидка Путина еще не отказала. Ну, а вот так к параду готовят детей в российских школах. Путин адекватно оценивает мощь российской армии и заставляет детей репетировать роль могил погибших. По Москве при этом сейчас развесили плакаты «Победа» с датами 1945-2022. Видимо, это годы России без фашизма. Российские зрители платформы YouTube начинают писать мне, что иногда у них плохо открываются наши фото или видеоматериалы. Очевидно, Роскомнадзор подкручивает гаечки и постепенно замедляет и блокирует различные неугодные власти сайты. Людям такое, конечно же, не нравится, поэтому они устанавливают себе на компьютеры и телефоны такое модное молодежное изобретение, как VPN. Ну, а властей это очень бесит, поэтому они борются с этим так же, как и всегда, очень тупо. Вот, например, объявление для родителей где-то в России. Роскомнадзор предупреждает! Сейчас по интернету ходит новый аналог синего кита. Дети прикрывают его за словом VPN. Или VPN. Расшифровывается Very Painful Number. Вы чё, дураки? Какой Very Painful Number? VPN расшифровывается, как Владимир Путин, наш президент. Что? Это вот так переводится? Быстро все устанавливаем VPN! Такая бредятина. VPN? От английского Virtual Private Network, что переводится как виртуальная частная сеть. Это безопасное, зашифрованное подключение пользователя к сети, с которым он может обходить локальные ограничения и сохраняя конфиденциальность. Или, если проще, с ним вы можете зайти на любой сайт, и Путин об этом даже не узнает. По интернету ходит новый аналог синего кита. Устанавливая эту кодировку на свой гаджет, ребенок становится вовлечен в игру, исход которой, в лучшем случае, порезы на руках. Во Владимире и Рязани уже по три таких случая. Власти молчат все это время, но паника нарастает. Новый аналог синего кита – это военный призыв. Дети думают, что едут в Украину зарабатывать на квартиру и умирают. С 24 февраля по 22 апреля подтверждена уже точно гибель как минимум 1744 военных РФ. Большинство погибших военных – совсем молодые люди из небогатых регионов. 69 из них было не больше 19 лет. Некоторые, вероятно, были срочниками. А вот тут интересная инфографика – в каком городе сколько ребят погибло из-за Путина. И это только подтвержденные Минобороны и погибшие. Генштаб Украины утверждал, что к середине апреля армия России потеряла больше 20 тысяч человек. Власти молчат все это время, но паника нарастает. Загадка. Что говорит российский военный в Украине в перекрашенном танке времен Чеченской войны, когда у него отказали тормоза? Это контролировать невозможно. Что говорил Путин про общественное мнение в России, пока еще не поубивал и не выдавил из страны всех независимых журналистов? Это контролировать невозможно. Что Путин говорит про стройку своего дворца, которую не может закончить 10 лет? Это контролировать невозможно. Родители, пожалуйста, расскажите всем знакомым это сообщение. Если ваш ребенок сидит в телеграме, такой мессенджер, узнаете, есть ли у него ВПН, ведь его могут завербовать террористы. А если ваш ребенок поехал на войну в Украину, то его уже завербовали террористы. И там синий кит или террористы? Вы определитесь уже. Синие террористы. Вот так пугают родителей и детей в школах. Ну а по телевизору не забывают и про пенсионеров, чтобы те поменьше лазили по сайтам, где говорят правду. Устанавливать сервис ВПН или нет, каждый решает сам. В России он не запрещен, но в любом случае нужно соотносить пользу и риски, которые могут появиться при обходе запрещенных сайтов или социальных сетей. Говорят по телеку, а в это время сами власти спокойно качают ВПН. Если кто-то боялся устанавливать ВПН, то видите, себе они плохого не посоветуют. Так что не важно, что говорят по телеку. Главное, что делают они сами. Бойтесь донайцев, ВПН приносящих. Ого, и сразу с отсылки началась уже. Нормально. Но ВПН это же не страшно, чего бояться. Вот совет получше. Бойтесь российских солдат, войну приносящих. Бойтесь соседей, на вас доносящих. Это аббревиатура последнее время у многих на слуху. Блин, и канал называется МИР. Так что аккуратно не включите его случайно на Красной площади, иначе вас арестуют и увезут в тюрьму. Программа, позволяющая заходить на запрещенные сайты и социальные сети, но те, кто ее устанавливают, даже не подозревают, чем рискуют. И что все эти данные могут попасть в руки киберпреступников. Эм, ну, действительно, те, кто скачивает неизвестный бесплатный ВПН, рискуют безопасно пользоваться либо платным ВПНом, либо проверенным бесплатным ВПНом. Список проверенных и бесплатных, и платных ВПНов вы найдете в описании под этим роликом. Перефразируя поговорку, кто владеет информацией, тот владеет вашими деньгами. Сегодня это актуально как никогда, и сервисы ВПН, еще одна возможность для кибермошенников не только опустошить кошелек, но и заполучить все ваши личные данные. А они нередко стоят дороже денег. Ого, да? Хм, а знаете, какая еще есть возможность у мошенников опустошить ваш кошелек? Начать бессмысленную войну в Украине, из-за которой вы все обнищаете. Аналитики предсказали России восстановление экономики только через 10 лет, и то только до уровня 2021 года. Если кто-то думал, что в России скоро будут жить, как в Европе, то нет. Путин спустил все в унитаз, и теперь нужно еще 10 лет, чтобы хотя бы выйти на довоенный уровень. И в итоге битва за сахар! И какие они лицемеры, а? Сервисы VPN — это еще одна возможность у кибермошенников заполучить ваши данные. Опасен не подминтованный Яндекс, который сливает все ваши данные, а потом платит за это 5 рублей штрафа. Не ФСБшные госуслуги, которые сливали данные соратников Навального, и потом по адресам из этой базы приходили менты. Не спецслужбы, которые за деньги следят за людьми и продают записи с видеокамер. Не ВКонтакте, которые по первому же запросу ментов дают им ваши переписки. Не жить в России, а VPN. Вот VPN, да, это опасно, блин. VPN установили вы. Ну конечно, ну почему нет? Это не запрещено. Ну что ж, раз уж пресс-секретарь президента России им пользуется, то давайте и мы с вами вместе установим VPN. Заходим в описание, выбираем бесплатный или платный любой VPN, скачиваем, выбираем страну, через которую вы типа сидите и вуаля. Теперь вы видите все сайты и соцсети, которые Путин не хочет, чтобы вы видели. Пока в Украине идет война, в России переименовывают все котлеты, которые хоть какое-то имеют отношение к Украине. Котлету по-киевски теперь называют по-всякому. Котлета по-кировски. Котлета дружба. С кем дружба? С Эритреей. Котлета с маслом. И даже котлета Донбасс. Узнали? Согласны? Так теперь в различных заведениях в России называют котлету по-киевски. Так это и есть то, о чем мы говорим, ксенофобия. Нацизм. Котлета Донбасс. Это типа, чтобы ее съесть, вы должны сначала отобрать ее у другого посетителя, а потом сказать, что котлета исторически вам принадлежала. Она притесняла русскоязычное население, и поэтому мне пришлось ее съесть. И вообще эту котлету придумал Ленин. Или вот, говорят, что есть теперь и котлета по-крымски. Ты спрашиваешь, почему в моей котлете какие-то зеленые человечки? А повар отвечает, их там нет. Котлета по-крымски. Съел Путин, а платят все россияне. 370. Именно столько отечественных смартфонов удалось продать за несколько месяцев. Их не покупают даже в условиях санкций. Осенью на рынке появились смартфоны... Ай-я! Что смартфонов мало, продадим, ла-ла-ла. От компании Smart Ecosystema, входящей в структуры Ростеха. Разработчики позиционировали их как конфиденциальные гаджеты на Android для аудитории, которая заботится о сохранности персональных данных. Сохранности, в смысле, в сохранности на компьютерах ФСБ? Да, там все ваши данные будут в полной безопасности. Отечественные смартфоны, блин, это, конечно, интересно. Телефоны, в которые по дефолту встроена функция донос на соседей. Ну че ты начинаешь? Какой дефолт? Еще никакого дефолта не объявили. Все не так однозначно. И еще там голосовой помощник говорит голосом Соловьева. Если ты случайно теряешь телефон, а потом через программу пытаешься его найти, он тебе говорит... Вы мне только объясните, как вы смогли его потерять. Российскому смартфону Ай-Ат-1 от Ростеха не помогли ни санкции, ни дефицит, ни снижение цены до 20 тысяч рублей, ни тот факт, что их раздавали всем со сдачей в автобусе, ни тот факт, что менты подкидывали их людям вместо наркотиков. Вы думали, что так много обыска в последнее время? Они все нормальные телефоны забирают, а потом подкидывают Ай-Ат-1. Возможно, кто-то даже хотел его купить, но люди, которые приходили за этим телефоном в магазин, просто не могли выговорить его название. Скажите, а у вас есть Ай-Ат-1? И когда они договаривали, их уже в дурку везли. И стоп, они снизили цену до 20 тысяч рублей? О, удобно. Это получается, всего две вдовы могут скинуться, им хватит на телефон. Вот зачем Путин начал войну. Это его военная тактика. Он хотел, чтобы как можно больше вдов раскупили отечественные смартфоны. Еще раз, с января по март удалось продать всего 370 таких отечественных гаджетов на 6 миллионов 700 тысяч рублей. Для сравнения, в целом за первый квартал года было продано 6 миллионов 600 тысяч неотечественных смартфонов на 178 с половиной миллиардов рублей. Ну а это был ядерный выпуск обзора пропаганды. Как говорится, в семье не без ядерного выпуска. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, становитесь спонсорами. Также вы можете поддержать нас через крипто-кошельки. А также можете пользоваться новой удобной функцией. Супер спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok